Санкт-Петербург В фирменном магазине неподалеку с основной ареной находится и хоккейный город Санкт-Петербурга, на которых выступают и тренируются команды ВХЛ, а также детская школа. Также, как и Минская арена, Ледовый дворец Санкт-Петербурга оборудован множеством входов. Естественно, при вместимости 12 300 зрителей этот трафик нужно разгружать. Подошли к кассам и переходим к нашей традиционной рубрике «Почем билетики, фанатик?». Здравствуйте! Подскажите, какая у вас самая минимальная цена порог билета и какой самый дорогой? Минимальная цена у нас 250 рублей, самая дорогая у нас 900 рублей. Вип-ложи у нас, к сожалению, не продаются в нашей кассе. Но я так думаю, что вип-ложи через простую кассу, скорее всего, это приглашенные люди, к которым забронированы билеты. Посещаемость у нас 50% ковидная рассадка. Полностью приходит, да? Полностью, да. Почти полностью, да. На наш матч почти все распродали уже? На ваш, да. Почти все распродали. Идут, конечно, идут. Если учесть, что сегодня второе, и на нижние сектора уже нет билетов. Так что завтра пойдут ваши болельщики, во-первых, придут в фан-зону. И, конечно, наши тоже пойдут. Очень удобная и уютная касса. Приятный кассир, которая все рассказала, показала. Рядом находится вход вип-ложи и также фирменный магазин СКА. Что больше всего болельщики покупают и в какое время прям такой самый бум идет в продаж? Чаще всего приобретают бейсболки. Самый активный покупательский период – день игры и перед бачем. Шарфы, шапки в меньшей степени. Ну, очень любят викинг, шапки в людях. Ну, и сам чаще берут коня. Детские есть у вас, да, тут товары? Да, у самых маленьких есть. Прям вот для совсем малюток, столько родившихся. Подсказывают кассиры, что истинные фанаты очень много покупают реплики, да? Получается, свитеров сзади меня. Красивые, яркие, замечательные. Ассортимент в магазине очень-очень сильно радует. Хоккейный клуб СКА очень бережно относится к своим болельщикам. Прямо в Ледовом дворце находится центр вакцинации от COVID. Уважаемые болельщики, прививайтесь. Это очень нужно в наше время. Без прививки никуда. Вокруг Ледового дворца очень много парковочных мест. Это, безусловно, отличная опция, потому что человек, который приходит на хоккей, приезжает. Бывают такие моменты, когда негде машину поставить. У Ледового дворца в Санкт-Петербурге парковочных мест достаточно. Идем в гостевой сектор, в нашу раздевалку. Сейчас я вам ее покажу, пока команда находится на льду. Здравствуйте, дорогой. Как у вас дела? Да я не знаю, везде нормально. Везде хорошо? Везде хорошо. Понял. Вместимость чаши арены 12300 зрителей. С каждого места хорошая обзорность. Размер площадки канадский 26х60. В чаше присутствуют 74 вип-ложи. А также есть ресторан Олимп с хорошим обзором на хоккейную площадку. В чаше арены Ледового дворца работает целая банда музыкантов. Во время раскатки команды сеты играет диджей Испайер. Во время самого матча включается диджей Саша. И ей помогает банда музыкантов из синтезаторщика и барабанщика. Пришел поддержать команду «Нефтехимик»? Конечно. Постоянно приходишь? Ну да. Ради этого до Питер приехал. Что можешь сказать про эту арену? Ну такая просторная, большая. Мне все нравится по идее. Но надо выигрывать. Давай пять. Давай. Молодцом. Спасибо большое. Как ваше настроение? Все здорово. Что самое сложное в вашей работе на этой арене, на стадионе? Самое сложное – не переживать договорку. Эмоции переполняют, очень волнуются переживают. Мужчины не пристают? Вы такие красивые, просто замечательные. Мне все в порядке. Культура боления на высшем уровне? Да. Как вы слышите музыку, когда вот так вот прям раз-раз-раз и синхронно начинаете все делать? Вот это вот поражает. Да, музыка громкая. Как ее не услышать? Или все хорошо, все замечательно? Все хорошо, все замечательно, ничего сложного нет. Понимаюсь любимым делом. Как вот можно было так вот встретиться? Скажи мне, каким образом попал сюда? Случайно. Да? Или пришел друга поддержать и команду? Да. Друга поддержать и команду. Как тебе вообще организация в Ледовом дворце? Отлично, мне нравится. Во время того, когда вы в фойе играете, вообще люди подходят, танцуют? Да, дети танцуют, родители снимают. Ну, весело. Да? А какой музыкальный формат? Да, разные. Ну, больше латино, рэнби, какой-нибудь потом популярная музыка. Ну, не супер русский формат, просто разная, родильная. Ого, ого. Как дела? А где вы коня огня потеряли? Сфоткайте меня, а я буду видео снимать. Сейчас, подожди, Юль. Для меня? Да. Ага, сейчас поиск вами тоже. Сюда смотрю. Опа, нормально вот это. Позитивные болельщики СКА. Поздравляем всех. Все? Ну, подожди, вот это все сколько будет. Стоять. Нефтехимик. Стоять я тоже хочу. Нефтехимик в Санкт-Петербурге на расхват. Ааа, прости. Ну, мы там были. Вы были в Нижникамске? Как вам там понравилось? Конечно. Отлично, вообще, супер. И люди, самые главные люди. Самые главные люди. Болеют Зоска, но утверждают, что в Нижникамске живут хорошие люди. Опateхимиков. Отличные люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во время хоккея у вас что больше всего покупают болельщики? Шапки, кепки и шарфы. Ну и иногда там всякие брелочки. А какой-то эксклюзивный интересный товарчик у вас есть? Мне нравятся вот эти вот зайчики, они милые. Да? Ой, да, согласен. Детишки, наверное, от них в восторге, да? Да. Иногда, ну, так, выруют довольно-таки частенько. Прикольный рюкзак. Как говорится, конь может съесть все, что угодно себе в живот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вообще, вкусные хот-доги? Да. Да? А что больше всего покупаете? Хот-доги. Только хот-доги? Да, у нас только дарики не хватает. А почему налбуска? Маску нельзя снимать, сюда не привезти. А, поэтому, да, а, все, актуалочка, актуалочка, да? Нормально смотрится. Да, да, да. А что еще интересного на арене есть, по-вашему, и что? Светодиоды. Светодиоды? Да, вообще какая-то. Кайф. Атмосфера, крыльки в дыре, всякие. Стоит пробовать, не стоит пробовать? Стоит. Стоит? Если голодный, то стоит. Если голодный, то стоит, да? На арене имеются 23 точки питания, без учета мобильных кукурузы и мороженого. Нашел Тимофея Парсукова по одной простой причине. Мы два выпуска искали на аренах кукурузу. Да. И в самом итоге мы ее с Тимуром нашли. Вот, пожалуйста. Кукуруза. СКА. Просто молодцов. Подскажи, как ты рад? Я безгранично рад. Это же правильно, то, что на аренах есть. Это просто лайк. Если на Невсхем арене есть, значит, она везде будет. Должна быть везде. Не должна. А ты пробовать будешь кукурузу сегодня? Почему? Я ее не люблю. А что будешь пробовать? Хот-дог. Нам сегодня грозит. Хот-дог? Хот-дог. Все. Да. Тогда пойдем делать контрольную закупку хот-дога. Оплакиваю я в итоге. Сейчас будем покупать контрольную закупку хот-дога. Самое, что интересное, здесь не хот-доги, а френч-доги. Я думаю, он должен оказаться вкусным. Как считаешь? Попробуем. Мы хоккейный клуб не в Кикимикус. Я вот вижу. Вообще, как вам питание на арене СКА? Ну, как тебе питание? Мы еще не побежали. Еще не попробовали? Ну, вы же, наверное, не первый день уже здесь. Не первый раз. Не, я вообще за ЦСКА болею. Я не знаю, какие-то сочетались. Я болею за ЦСКА. Мой брат играет в молодежке Спартака. И сейчас я на СКА не в стихии. Нормально кормят. Единственное, что они пускают на арену с едой. А на ЦСКА арене пускают. Поэтому я болею за ЦСКА. Купили френч-дог, как и обещали. Сейчас будет его Артем тестить. Давай, пошел, кусай. Здесь какой-то... Что? Ну как? Это так вкусно. Вкусно? Да. Он так не должен отзыв, не везет. Это... Ну, все слежо здесь. Сосиска очень даже ничего. Булка тоже в порядке. Могу сказать, что еда зачетная. Сказать немного, наверное, в будний день, конечно, поменьше. Только фанаты. А вы сами ему даете то, что нарисовали? Или они просят что-то, так скажем, для них конкретное нарисовать? Здесь у нас заказ динозавра. А иногда просто говорят, нарисуйте мне что-нибудь за ЦСКА. И как мы можем тогда выдумать свое что-то. Ну, стандартные есть какие-то, да, плакатные. Главное, чтобы было написано, что мы за ЦСКА. Ну как бы, да. У нас все хорошо, все нравится. Я была у вас в Нижникамске. На арене. Атмосфера чудная. И очень хорошие люди, болельщики. Очень мне понравилось. Мы хотели у вас мнение спросить про ваш ледовый дворец. Как вам питание? Ой, это вообще слов нет. Самый лучший дворец, вообще. Самый лучший дворец. Как вам питание здесь? Ну, сейчас еды поменьше, но вообще очень мне нравится то, что всегда свежее и вкусное. И выбор вот в ларечке с атрибутикой тоже просто громадный. Ну, на любой вкус. Детям. Самое главное, что очень много детям чего есть. Резюме. Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Уютный, хороший, добрый персонал здесь. Болельщики добрые, замечательные. Уютно, тепло, отличная атмосфера, отличная шоу-программа. Не зря во всей лиге ходит слух о том, что ледовый дворец, где выступает Санкт-Петербург, один из лучших. Ну, а мы с вами встретимся в следующей выездной серии. До встречи. Пока. Все, пока. Всем пока, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Все, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok